Глава третья. О Петербурге у Клима Самгина незаметно сложилось весьма обычное, для провинциала неприязненное и даже несколько враждебное представление. Это город, не похожий на русские города. Город черствых, недоверчивых и очень проницательных людей. Это голова огромного тела России, наполнена мозгом холодным и злым. Клим. Ночью в вагоне Клим вспоминал Гоголя Достоевского. Он приехал в столицу, решив держаться с людями осторожно, уверенный, что они тотчас же начнут испытывать, изучать его, заражать своими верованиями. Густой туман окутывал город, и хотя было не более трех часов пополудни, Невский проспект пытались осветить радужные пузыри фонарей, похожих на гигантские дуванчики. Липкая сырость увлажняла кожу лица, ноздри щекотал горьковатый запах дыма. Клим согнул шею, приподнял плечи, посматривая направо и налево в мокрые стекла магазинов, освещенных внутри так ярко, как будто в них торговали солнечными лучами летних дней. Непривычен был подавленный шум города, слишком мягкие и тупые удары лошадиных копыт по деревянной мостовой, шорох резиновых и железных шин на колесах экипажей почти не различался по звуку, голоса людей звучали тоже глухо и однообразно. Странно было не слышать цоканье подков по булыжнику, треска и дребезга пролеток бойких криков разносчиков. И нет колокольного звона. По панелям, смазанным жидкой грязью, люди шагали чрезмерно торопливо и были неестественно одноцветны. Каменные и тоже одноцветные серые дома, неразъединенные заборами, тесно прижаты один к другому, являлись глазу как единое и бесконечное здание. Его нижний этаж, ярко освещенный, приплюснут к земле и вдавлен в нее, а верхние темные вздымались в серую муть, за которой небо не чувствовалось. Среди этих домов люди, лошади, полицейские были мельче и незначительнее, чем в провинции. Были тише и покорнее. Что-то рыбье, ныряющее, заметил в них Клим. Казалось, что все они судорожно искали, как бы поскорее вынырнуть из глубокого канала, полного водяной пылью и запахом гниющего дерева. Небольшими группами люди останавливались на секунды под фонарями, показывая друг другу из-под черных шляп и зонтиков желтые пятна своих физиономий. Быстрая походка людей вызвала у Клима унылую мысль. Все эти сотни и тысячи маленьких воль, встречаясь и расходясь, бегут к своим целям, наверное, ничтожным, но ясным для каждой из них. Можно было вообразить, что горьковатый туман, горячее дыхание людей и все в городе запотело именно от их беготни. Возникала боязнь потерять себя в массе маленьких людей, и вспоминался один из бесчисленных афоризмов в Аравке, угрожающий афоризм. Большинство людей обязано покорно подчиняться своему назначению, быть сырым материалом истории. Им, как, например, пеньке, не нужно думать о том, какой толщины и прочности совьют из них веревку и для какой цели она необходима. Напрасно я уступил настоянию матери и в Аравке, напрасно поехал в этот задыхающийся город, подумал Клим с раздражением на себя. Может быть, в советах матери скрыто желание не допускать меня жить в одном городе с Лидией? Если так, это глупо. Они отдали Лидию в руки Макарова. Думать мешали напряженно дрожащие и как бы готовые взорваться опаловые пузыри вокруг фонарей. Они создавались из мелких пылинок тумана, которые, непрерывно вторгаясь в их сферу, также непрерывно выскакивали из нее, не увеличивая и не умаляя объема сферы. Эта странная игра радужной пыли была почти невыносима глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, погасить словами и не замечать больше. Клим снял запотевшие очки. Тогда огромные шары жидкого опала несколько обесцветились, уплотнились, но стали еще более неприятны, а огонь, потускнев, ушел глубже в центры их. Избитое сравнение в Аравке «Город Улей» не годилось. Более удачно гасились эти призрачные огни словами большеголового составителя популярно-научных книжек. Однажды во флигеле Укатина он пламенно доказывал, что мысль и воля человека — явления электрохимические, и что концентрация воли вокруг идеи может создавать чудеса. Именно такой концентрации следует объяснить наиболее динамические эпохи. Крестовые походы, возрождение, Великую революцию и подобные взрывы волевой энергии. На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, масляно-блестевшую фигуру буйного царя. Бронзовой рукой царь указывал путь на запад, за широкую реку. Над рекой и туман был еще более густ и холоден. Клим почувствовал себя обязанным вспомнить стихи из Медного всадника, но вспомнил из Полтавы. И грозным манием руки на шведов двинул он полки. Затем память почему-то подсказала балладу Геты «Лесной царь». Кто скачет, кто мчится под хладной мглой? Ездок запоздалый. Подковы лошади застучали по дереву моста над черной тревожной рекою. Затем извозчик, остановив раскакавшуюся лошадь перед безличным домом в одной из линий Васильевского острова, попросил суровым тоном «Прибавить надо, баринок». «Почему же баринок?» — подумал Клим и не прибавил извозчику. Старенький швейцар с китайскими усами, с медалями на вогнутой груди и в черной шапочке на голом черепе деловито сказал «Квартира Примировой, второй этаж, четыре». И, пошевелив красными ушами, ткнул пальцем куда-то в угол, а по каменной лестнице, окрашенной в рыжую краску, застланной серой с красными каемками дорожкой, воздушно спорхнула маленькая горничная в белом переднике. Лестница напомнила Климу гимназию, а горничная — фарфоровую пастушку. Легким голосом она сказала «Ваша комната направо по коридору, первая дверь, комната брата вашего направо угловая». «Брата?» — изумленно спросил Клим. «Дмитрия Ивановича», — как бы извиняясь, сказала горничная, схватив в руки два чемодана и вытягиваясь между ними. «Ведь вы господин Самгин?» «Да», — угрюмо ответил Клим, соображая, почему же мать не сказала, что он будет жить в одной квартире с братом. Не заходя в свою комнату, он сердито и вызывающе постучал в дверь Дмитрия, и за двери весело крикнули «Пожалуйста!». Дмитрий лежал на койке, ступня левой ноги его забинтована. В синих брюках и вышитой рубахе он был похож на актера украинской труппы. Приподняв голову, упираясь рукой в постель, он морщился и бормотал «Это... это Клим? Ты?» И, протянув руки брату, весело крикнул «Ага, вот он, сюрприз!». Самгин видел незнакомого. Только глаза Дмитрия напоминали юношу, каким он был за четыре года до этой встречи. Глаза улыбались все еще той улыбкой, которую Клим привык называть бабьей. Круглое и мягкое лицо Дмитрия обросло светлой бородкой, и длинные волосы завивались на концах. Он весело и быстро рассказал, что переехал сюда пять дней тому назад, потому что разбил себе ногу, и Марина перевезла его. «Она давно уже пугала меня. Ждите сюрприза. Кто Марина? Племянница Примировой. Тетка тоже, милая, либералка. Она в дальнем родстве с Варавкой». Оживление Дмитрия исчезло, когда он стал расспрашивать о матери, Варавке, Лидии. Клим чувствовал во рту горечь, в голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных.